Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Цель канала просвещает потенциальных покупателей, продавцов, а также профессиональных операторов рынка недвижимости. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Тернополь и Тернопольской области. Мы поговорим о первичном и вторичном рынке. Мы поговорим о колебаниях и тенденциях. Мы также разберемся, какие факторы влияют на развитие недвижимости и рынка недвижимости в целом. Итак, друзья, смотрим подготовленный мой материал. Перед вами карта города Тернополь. Мы будем говорить традиционно о колебаниях, это краткосрочные явления, которые протекают на рынках. Период исследования июль-август 2020 года. Друзья, как вы уже заметили, что город Тернополь также не имеет деления на административные районы. Поэтому мы будем говорить о стоимости квадратного метра на вторичном рынке, в общем-то, в целом по городу. Итак, немного о колебаниях традиционно. Расскажу, что колебания никто не изучает. В силу того, что на колебаниях действуют внешние или же экзогенные факторы, которые находятся вне экономической системы, которые очень сложно предугадать. Таким внешним фактором относится, кстати, к COVID-19, который стал триггером многих, триггером мирового экономического кризиса. Итак, какие же, что происходило за период июль-август 2020 года. Мы видим незначительное снижение стоимости квадратного метра минус 0,18%. Мы продолжаем говорить о классе социальное жилье. Это квартиры, построенные в период с 1950 по 1992 год. Историческая справка всего на территории Украины эксплуатируется. 17 миллионов 100 тысяч квартир, большая часть которых принадлежит именно к этому классу. Точнее, 15 миллионов 200 тысяч квартир. Вот такое большое наследство нам досталось после распада Советского Союза. Мы также в течение года, в целом по Украине, видим, что квартиры этого класса выставляются для продажи. И количество этих квартир порядка полутора миллиона квартир. То есть выборка, с которой мы работаем, она однородна и репрезентативна. Еще раз повторюсь, в августе месяце мы видим среднюю стоимость квадратного метра достигла в городе Тернополь 549 долларов. О краткосрочной перспективе до конца года мы увидим снижение на вторичном рынке стоимости квадратного метра порядка минус 1% в годовом измерении. Давайте попробуем разобраться, что такое тенденции и какие факторы влияют на тенденции. Ну, тенденции как раз изучаются, исследуются и анализируются в силу того, что на тенденции влияют внутренние или же эндогенные факторы, которые находятся внутри экономической системы. К таким факторам относятся соотношение спроса, предложения в данном случае на рынке недвижимости. Также относятся инвестиции, которые заходят или не заходят на рынок. Ну, естественно, в целом развитие экономики. То есть мы хорошо с вами знаем, что только при растущей экономике, когда создаются новые рабочие места, создаются новые субъекты хозяйственной деятельности, строятся новые заводы. Люди, которые работают на этих предприятиях, зарабатывают деньги и живут на сегодняшний день. А уже в состоянии откладывают на более дорогие приобретения. Также знаем, что недвижимость является, в общем-то, вершиной пирамиды потребительской. И повышенной потребительской способности человека. Поэтому кто-то приобретает свою первую квартиру, кто-то приобретает загородный дом в виде второй недвижимости, кто-то коммерческую недвижимость приобретает. Это все возможно, еще раз повторюсь, когда работает экономика. К сожалению, это, друзья, не про нас. Итак, возвращаясь к рынку недвижимости города Тернополь, мы будем говорить о периоде исследования. Август 2019 года видим 540 долларов за квадратный метр. И август 2020 года видим 549 долларов за квадратный метр. Что в годовом измерении показало нам незначительный рост. Плюс 1,67%. Давайте посмотрим на восходящую гистограмму, которая уже видим в июле месяце, начинает менять свое направление. То есть в конце года, как я и говорил, и повторюсь, мы видим снижение стоимости квадратного метра в целом по городу минус 1% в годовом измерении. Следующим слайдом мы с вами поговорим о квартирах эконом-комфорт бизнес-класса. То есть эта квартира, которая была построена в период современной Украины, отличается не от класса социального жилья. Большими метражами общей жилой площадью. Естественно, более развитой инфраструктурой и более комфортными условиями проживания. Повторюсь, что на территории Украины эксплуатируется 17 миллионов 100 тысяч квартир. Всего лишь 1 миллион 900 тысяч квартир, а то есть к этим классам жилья. То есть так немного было построено всего качественного жилья за период современной Украины. Мы видим, что в августе месяце средняя стоимость в целом по городу достигла 607 долларов. Что показало нам отрицательную динамику служения за период июль-август минус 0,5%. Да, забыл, друзья, сказать, что мы также в течение года отмечаем в целом по Украине порядка 200 тысяч квартир этих классов, которые выставляются для продажи. Так что выборка, с которой мы работаем, это очень важно, друзья. Она однородна и репрезентативна. То есть мы сравниваем сравнимые вещи. То есть не сравниваем мы автомобиль марки Мерседес с автомобилем марки Запорожеца. Что зачастую делают наши анализаторы, которые пытаются исследовать рынок недвижимости. Поэтому погрешность у нас минимальна. В цифрах сейчас не хочу говорить, это долгая история. Итак, о прогнозах. Прогноз следующий. Еще раз повторюсь. Минус 1% в годовом измерении. Мы видим в конце года снижение стоимости. И пришло время поговорить о очень интересном показателе. Это показатель активности. Мы его формируем, получая статистику в службе, точнее Министерства юстиции Украины. Мы будем говорить о количестве транзакций. Сравнивать первое полугодие 2019 года с первым полугодием 2020 года. Структура транзакций показывает указкой сюда входят договора купли-продажи, договора мены, дарения и так далее. Кому надо, прочитайте, цифры есть. Итак, друзья, это уже тенденции. Мы видим, что общее количество транзакций по Украине в первом полугодии 2020 года достигло 83 071 договора отчуждения прав собственности на недвижимое имущество. Что показало нам, в общем-то, снижение минус 24 0,3% по отношению к первому полугодию 2019 года, где в абсолютных цифрах мы видим 109 676 транзакций. Друзья, но кризис действует одинаково на все рынки, в том числе и на рынок недвижимости. Мы видим, что во время кризиса рынок стает менее активным. Но это и понятно, что у людей, в общем-то, нет средств приобретать эту самую недвижимость. Итак, это уже тенденции, которые будут продолжаться до конца года и весь следующий год. И в этом я практически не сомневаюсь. Информация, в общем, как я еще раз сказал официально, Министерство юстиции ее готовит, дает точнее статистику. Ну, о чем я, собственно говоря, и буду вам рассказывать в следующих своих видеороликах. И в следующий слайд мы поговорим о первичном рынке. Это квартира эконом-комфорт бизнес-класса, первичный рынок. Это жилье, не сданное в эксплуатацию. Мы видим, что в августе месяце средняя стоимость квадратного метра в городе Тернополь достигла 411 долларов. Напомню вам, что первичный рынок исключительно продается и покупается в гривнах за национальную денежную единицу. Для вашего удобства мы переводим это по курсу Национального банка в доллары на конец месяца, который мы исследуем. Для того, чтобы вам было удобно видеть процессы, динамики и сравнивать, что происходит на первичном и вторичном рынке. И делать какие-то самостоятельные выводы, кто может это сделать. Итак, мы видим, что за период исследования июнь-август видим отрицательную динамику снижения минус 0,24%. Я уже на протяжении больше 8 месяцев говорю, показываю цифры о том, что первичный рынок раньше вошел в кризис. И наблюдаем больше 8 месяцев снижением в долларах стоимости квадратного метра. И это уже тенденции, которые будут продолжаться до конца года. И естественно, весь следующий год мы будем видеть эти же самые тенденции. Подтверждение моих слов. Мы посмотрим, что происходит с количеством сданных квартир в эксплуатацию. Это статистика предоставляется службой статистики Украины. А мы уже формируем эти показатели в таком виде, в каком вы видите. То есть, еще раз, друзья, все, что вы видите, это уникальные данные, которые находятся в открытом доступе в государственных службах, которые мы формируем и предоставляем в виде индексов, индикаторов, коэффициентов, как угодно можно называть. Итак, мы будем говорить и сравнивать 2017 год количество сданных в эксплуатацию квартир с 2018-2019 годом. В целом, по Украине видим, что строительная отрасль показала нам минус 10,4%. То есть, в 2019 году было меньше сданных в эксплуатацию квартир, чем в 2017 году. Ну, если говорить о Тернопольской области, в 2019 году мы видим количество квартир, сданных в эксплуатацию в 2388, что на 20% меньше, чем в 2017 году, когда было сдано в эксплуатацию, в 2004 квартиры. Друзья, это говорит о том, что, в общем-то, на самом деле, мы видим, что в 2018 году уже строительная отрасль вошла в кризис и стало меньше сданных в эксплуатацию квартир. Это связано с тем, что не пользуются спросом квартиры, которые строятся. У людей банально нет денег, поэтому компании-застройщики вынуждены все меньше и меньше вводить в эксплуатацию нового жилья. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины, вам необходимо, что сделать правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете меня критиковать, обсуждать. Особо умные могут посылать нахер. Но, если, друзья, у вас есть аргументы. И также, друзья, вы должны помнить, что я, ваш скромный слуга и компания Alim Consulting, не путайте нас со слугами народа, готовим ежемесячные обзоры рынка недвижимости Украины, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости. И еще, друзья, помните, что о недвижимости и статистике позаботимся мы, а вы позаботьтесь о своем здоровье. Не болейте, друзья, и вовремя оплачивайте жилищно-коммунальные услуги компаниям Monopolis.